Всем привет! Меня зовут Михаил Юдин. Я рад вас снова видеть у себя на сайте mytudin.net. Сегодня я для вас приготовил очередной бесплатный питон пресет, созданный на основе объекта питон генератор, который позволяет создавать множественные контуры для сплайнов. Итак, как это работает? Выбираем здесь step offset объект и у него здесь в поле сплайн перетаскиваем какой-нибудь сплайн. Например, давайте начнем с объекта rectangle и зададим у него настройки, скажем, 200 на 200. Дальше переключаемся на step offset сплайн, перетаскиваем сюда rectangle и обратите внимание, для этого сплайна создаются множественные контуры. Количество контуров указывается в поле count. Мы можем здесь их увеличивать, уменьшать. Дальше основные настройки это offset и space. Параметр offset изменяется от минимального до максимального значения. Если они одинаковые, то, соответственно, размер вот этого offset, то есть размер контура, он одинаковый. Если мы допустим переменные цифры, то начинается с цифры 1 и заканчивается 10. То есть размер будет крайнего контура будет 10 равен. Но, соответственно, если они одинаковые, то контуры будут одинаковые. И с помощью сплайна, с помощью сплайна вы можете управлять распределением толщины между вот этими контурами. Сейчас у нас идет последовательное от минимального к максимальному. Если, скажем, мы здесь делаем промежуточную точку и сделаем, например, такой формы сплайн, то теперь максимальное значение offset будет всегда в центре, а минимальный будет по краям. Ну и, соответственно, изменяя форму вот этого сплайна, вы можете добиться интересных каких-то вариантов. Можем взять максимально вот так вот сделать еще больше. Дальше. Следующий момент это space. Space это расстояние между контурами. То есть тут также от 1 до 10. Если мы выберем здесь 10 на 10, то расстояние будет между контурами всегда одинаковое. Давайте здесь также offset сделаем reset для сплайна и сделаем, например, 25 на 25, чтобы было проще работать. Сейчас у нас параметр offset для всех контуров будет одинаковый и также одинаково будет расстояние для них. Мы можем выбирать оба параметра и с контролом их настраивать. И интересный момент, например, здесь вот эти 25. Если мы сделаем пространство, то есть space минус 25 на минус 25 и смотрите, что у нас теперь получается. У нас теперь все контуры находятся как бы в одном месте. И чтобы их увидеть, здесь есть параметр movement. И мы можем все контуры теперь смещать относительно друг дружки в пространстве с помощью вот этих координат. И указывать, допустим, по оси Y. Каждый будет контур последовательно подниматься, допустим, либо сдвигаться в нужную ось. Но гораздо эффектнее можно получить, самые эффектные результаты можно получить, используя, допустим, смещение по оси Z. И также здесь есть rotation. Rotation позволяет поворачивать контуры последовательно. Тоже на определенный угол. Выставим здесь 0. Следующая настройка это chamfer. Chamfer позволяет скруглять углы. Если, например, это у нас, допустим, квадратный какой-то сплайн, то мы можем у него скруглять угол. С помощью Flat мы можем скашивать его. Угол будет не круглый, а он уже будет такой скошенный. Соответственно, сплайн оригинально можно отключить. Дальше. Какие здесь есть еще настройки интересные? Эта настройка называется Extrusion. Соответственно, отключает либо включает экструзию. И SingleSpline позволяет вот эти все сплайны объединять в единый. И, соответственно, использовать уже наш генератор объект, он уже будет возвращать не группу экструдированных сплайнов, а он уже будет возвращать сплайн. И, соответственно, этот сплайн мы можем использовать, например, где-нибудь, скажем, у SweepNARPS объекта. Давайте добавим, например, circle маленький, например, на два. StepOffset сюда, circle сюда. Circle поднимем выше. И вот, смотрите, теперь у нас сплайны. И, соответственно, уже наш StepOffset объект работает уже как возвращает сплайны. И, соответственно, этими сплайнами мы можем управлять, как нам нужно, и использовать их. Итак, мы движемся дальше. Ну и, соответственно, если нам нужно... Давайте вернемся в режим экструзии. Если я хочу вот этот экструд, мы ставим здесь 0, параметр Space вернем, скажем, вот в такое положение. Если я хочу вот этот экструд, вот это выдавливание, как-то отредактировать. Настроек здесь у меня нет для редактирования. Я решил поступить проще. Я решил просто добавлять экструд вот сюда, в поле Extrude. И теперь, используя настройки этого экструд объекта, вы можете изменять, собственно, вид вот этих вот контуров. Вы можете количество подразделений. То есть выбираем здесь Display. Изменять количество подразделений. Вы можете изменять... Давайте сделаем Offset чуть-чуть потолще. Вы можете изменять внешний вид крышек. Fillet Cap. Скажем, чуть побольше. Больше подразделений на крышках. Ну и, соответственно, все остальные прочие-прочие настройки, которые присутствуют у Extrude объекта, вы можете изменять и, соответственно, менять внешний вид всех контуров. И, соответственно, таким образом работать дальше. Ну и самое главное, давайте здесь отключим Chumper. Обнулим. Сюда, естественно, можно добавлять в качестве сплайна любые другие сплайн-объекты. Это может быть и текст. Это может быть и, например, там, скажем, звезда. И вы всегда можете получать довольно интересные эффекты с использованием пресета Step Offset. Заходите почаще на мой сайт mycudin.net. Всегда вы можете найти на этом сайте какие-то интересные видеокурсы для себя, мои старые уроки с использованием Adobe After Effects, и какие-то интересные плагины, скрипты, экспресса пресеты. Все для Cinema 4D и других программ. Друзья, всем большое спасибо за внимание. Скачивайте мой новый пресет Step Offset у меня на сайте mycudin.net. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok